С приходом лета увеличилось количество желающих вступить в брак. Только сегодня в столице Чувашии мужем и женой стали 20 пар. Как это проходит в условиях пандемии в нашем сюжете. Перед государственной регистрацией брака я спрашиваю вас, является ли ваше решение создать семью взаимным, искренним и обдуманным? Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ, невеста. В защитных масках и только вдвоем так пока проходят церемонии бракосочетания. В дезинфицируемом помещении на расстоянии полтора метра от сотрудника пары становятся семьями. Торжественный зал пока не принимает молодоженов, регистрирует брак в маленьком. Молодожены готовились красиво, с музыкой, пройти торжественную регистрацию. Но в связи с тем, что вот у нас такое неожиданное произошло, мы все равно постарались для наших молодоженов провести им красиво, вот в красивой комнате, создали условия. Но они с пониманием относятся к этой ситуации. Мария и Андрей вместе уже полтора года познакомились благодаря работе. Хотели устроить пышную свадьбу, но пандемия внесла коррективы. Самый счастливый день изначально планировался 25 апреля. Дату переносили два раза. Мы думали уже все закончится в это время уже, за два месяца. Было такое волнение, хотелось уже побыстрее, побыстрее. Все было готово, в принципе, поэтому мы решили уже остановиться. Третий раз не переносить, потому что ждали этого дня, очень готовились и все, решились. Можно поцеловаться? Ваш первый супружеский поцелуй. С начала лета в брак вступили уже более 40 пар. На первый летний месяц подано почти 350 заявлений. Мы с вами понимаем, что ситуация требует от нас дополнительных усилий для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Поэтому главная сейчас наша задача – это защита здоровья граждан, близких. Все, кто желает поздравить молодоженов, сейчас ждут за дверями дворца бракосочетаний. В ЗАГТе обещают, как только ситуация улучшится, на церемонию разрешат приглашать близких родственников и друзей. Но до 10 человек. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.